Если что-то происходит, то отсутствие этого в законодательстве автоматически делает преступниками людей, которые с оружием в руках пытаются защищать свою страну. Ситуация сейчас выглядит именно таким образом, что не дай бог что-то случится, то никто из нас даже не может взять в руки это оружие, независимо от того, что происходит вокруг. Вот такой закон на сегодняшний день. Да, я немного детализую. То есть, что происходит? В разе предположения, мы обеспечиваем основную страну, что цивильная оружие, которая находится в руках граждан, вы, 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 чай, яйца. И граждане остаются независимыми. Генеально. При нашем состоянии армии, ну, коментовать, я думаю, не нужно. То есть, государство остается без захвата. Моя пропозиция, моя пропозиция, для решения, чтобы остаться в этом четвертом принципах засадок, дійсно, закладывать основу, хотя в формате, который вы предлагали, переход к статусу к цивильному оружию в разе надзвичайного стану, статусу властвующих, приватного службы, по статусу озброєнного облачения. Что еще, что еще я считаю? Я абсолютно, я согласен. Давайте просто сделаем так, как и за протоколом. Давайте поставим это вопрос на голосование. Скорее, пожалуйста, так, чтобы оно было дадено максимально в итоге. Чи залишаем мы пункт четвертий принцессы закону, не змін нам вилетий, закладывая основы створения в будущем облачении. Народном облачении. Мы будем ввасить с власниками цивильного зброя. Мы будем обказывать, что это как-то бывает за измененный статус? Чи мы будем облицовывать цену? Мы, наверное, скажем это, но это не здесь. Цена подражаем. Давайте голосовать. Давайте голосовать. Я за. Одно ставим. Положаемся. Так, цель хубал. Так. У меня еще есть вопрос. Здравствуйте. А вот у меня вопрос по пятому пункту, что касается приватной властности. Я просто предполагаю, что вопрос будет дискуссионным в процессе, так сказать. То есть, может ли оружие применяться для защиты частной собственности или только для жизни и здоровья? Это же очень большая разница, на самом деле. То есть, что у нас по... Ну, какой опыт соседних стран, скажем так? Ну, всюду, опять же, назовем это расходным словом, розвиненные державы. Но у всех розвиненных держав есть принцип приватной властности и не доторвали. Не только життя, я говорю, что социальная ценность, которая у нас декорирована, а и другие принципы приватной властности и не доторвали. Но у нас нет закон, у нас он вызначил в конституции, что она есть. Но закон прокуратный был закон, не цивилий кодекс к ним вызначает. Я сейчас поэтому, ну, я, как бы, я правовую ситуацию себе примерно представляю. Я поэтому обращаю на это внимание, что это будут сильные дискуссионные вопросы. Потому что у нас нет законодательной базы, на которую мы сейчас, ну, как-то, должны опереться поедине. Ну, вопрос абсолютно правильный. Почему в своей жизни не имею право защитить, а ту собственность частную, которая своим трудом нажил, не имеет. Глупо звучит. Не, ну, это будет? Можно, да. Да, абсолютно. Я хотел бы, вот смотрите, сразу по двум пунктам. Я начну, Александр, с ваших комментариев, я все равно абсолютно согласен. Вот мы говорим о пяти основных принципах, которые мы рассматриваем как базовых с точки зрения формирования философиками, диалогами, законами. Так вот я согласен с вами в чем? Что мы здесь пытаемся, вот мы повторяем сейчас ситуацию с теми моментами, которые уже проговаривали, которые касались штабно-служебного оружия. В чем заключается суть? Закон про оружие не может рекламентировать иные обстоятельства, которые, допустим, касаются возникновения там уголовной или иной ответственности в случае, там, испортия оружия или еще что-то. И самое интересное, что дальше мы говорим об этом. Вот в следующем пункте, который у нас как бы там разрастается и так далее. В частности, мы говорим, что предпочитать процедуру внесены с ним или предпочитать законы, как это, что стосует с ульпрусбору, то, что прощит с ульпрусбору. Следовательно, я думаю, что мы вправе сегодня рассмотреть шестой принцип, пятый принцип, как базовый, но оговорим то, что мы его будем редактировать с учетом пожеланий юриста. Следующий вопрос. Четвертый. Точно в такой же степени. Вот здесь сказано про измену рискового токтора на Украине. Но вообще базовый документ, который как бы определяет это, он называется «Стратегия национальной безопасности». Это документ, который в новой токации утвержден в июле 2012 года. И в него, конечно, не вложены такие моменты, которые предполагают и так далее. Поэтому я думаю, что мы внесем токационную правку, в первую очередь, назвавшую Трубисковую доктрину Украины на статье национальной безопасности, раз. А во-вторых, военная доктрина, вот я и хотел сказать «да», значит, не заменить, а «да», это раз. А во-вторых, я думаю, что мы опять же, вот четвертый и пятый пункт сегодня обозначим как базовую в той редакции, которая есть, но при этом я предлагаю нам обсудить и показывать про то, что некие изменения редакции, чтобы это было более точно и корректно с точки зрения действующих, принципиально действующих документов, как бы, так сказать, определяющих нашу стратегию с законом стратегию и военную доктрину, мы их учили на наших токторах. То есть я вот принципиально абсолютно согласен. А вот с тем, что какие-то нюансы нам нужно будет еще подтачивать, хотя я считаю, что это первое наше заседание такое полноценное, и признаться, что всю эту шероховатость мы обсуждали вдвоем, обсуждали втроем, мы сегодня обсуждаем шестеро, мы именно к этому и собрались, чтобы увидеть какие-то неточности, коллегиарные подсудить, а уже к следующему заседанию вот эту шероховатость уже пошлифовать и быть туалетом. Менше стыд. Я вам хочу сказать, что, и это, власне, Оксана Яковлевич, что это была ваша инициатива, что мы должны создать эти принципы и засады, после которых, скажем так, затверждения которых мы не будем до них повертаться. Тут мы внесемо трошки, ну, нички, поправочку, потому что мы будем периодически до них повертаться, но это будет происходить за какими-то там особливыми регламентами, если это будет потребовать людей. Просто, Юрий, я хотел бы заявить о том, что не может быть на сегодняшний день какой-то констант, который мы с вами не можем. Мы не можем, мы не можем, что заседание выдачено, я каким-то там фундаментом. Я целиком с вами согласен полностью, да? То есть я, в коем случае, не считаю, что нужно что-то выбить сейчас на металле, и больше к нему не возвращаться. Но просто, ну, давайте мы тоже будем понимать, что есть редакционные какие-то правки, да? Все-таки есть принципиальные моменты. То есть принципиально, ну, мы с четвертым пунктом проголосовали, мы согласились. Потому что там редакция, там добавить туда правильное название законодательного акта, ну, это такое дело. Ну, я цело с этим согласен. По пятому пункту я обратил внимание просто на что? Не на то, что я против пятого пункта, а на то, что нам этот пункт технически будет необычайно тяжело согласовать с действующим законодательством, потому что его нет. То есть в пятый пункт, по идее, сейчас, надо было бы, точно так же, как в четвертый мы вписываем военную доктрину и стратегию национальной безопасности, точно так же в пятый пункт нужно было бы вписать там закон про приватную властность, понимаете? А вписать туда фактически сейчас нечего. Понимаете, о чем я говорю? То есть я просто говорю о технической сейчас проблеме, о том, что мы пятый пункт можем оставить, но нам в него тяжело, что вписать то, что в него нужно вписать. Саша, давайте тогда решим технически. Незислав, может быть, давайте тогда пятый пункт мы пока в рамках сегодняшнего заседания оставим без обсуждения, окончательно, оставим, поскольку очевидно, то есть идея, я думаю, нам всем понятна. Мы хотим зараживать за контакт, к институту частной собственности, но при этом прекрасно понимаем, в таком распятном состоянии термоститу находятся в состоянии, в связи с нему нормативным прибором. Давайте еще, є пропозиция зробить таким чином? Мы залишаем пункт пяти, единственное, что Буислав пропонует трошки ключевую редакцию попально змінити. Мы его залишаем и намагаемося максимально его, яким мы з чином, адаптувати до нашего... Это сегодняшний день, да. Так, сегодня. Ну, это фактически для чего заводится зміна редакции? Это то же самое, как пункт четвертого, створения умов для заводства, приватного областя. То есть, друзья, я знаю, что там на шестом пункте, как какие-то вопросы, есть пропозиция, так как в целом, с первого по пятый пункт. Давайте, мы проголосуем, не окремо за четвертый, окремо за пятый, а в целом, с первого по пятый, что мы залишаем это, как заседающие умовы, мы не залишаем его, просто будем реализовывать с возможностью внесения реабилитационного права. Так, все. Давайте проголосуем, я за. Достаня, за твердый. С первого по пятый. С первого по пятый. Теперь, мое слово. Прошу вас. Шости. Найдите, кавичок. Начинайте. Тут, в основном, нет, что начать. А я хотел бы слушать думку всех членов реабилитационной ради о том, что шестого пункта, оскільки тут закладено достаточно много нюансов. Практически, это те нюансы, механизмы, мастер-хер, так называемые, которые мы хотим видеть в нашем законе. Да, в будущем законе. Может, что-то выучено. Может, что-то заявлено. У меня одно есть существенное измельчание. Обычно в законодательстве всех стран существуют ограничения по территориальности, по тому, где можно носить оружие, где нельзя носить оружие. Ну, не по случаю, а по территории. То есть, на общественных мероприятиях. Я думаю, что, как этот пункт, мы его все равно не обойдем. То есть, он все равно появится, и, вовремя, нужно было написать. Целый-то проблем. Да, я понимаю, да. Но я просто говорю о том, что он все равно появится. Так или иначе, он или у нас появится, или в правках депутатов появится, все равно он появится. Тогда я хочу для представителей засобов массовой информации объяснить, что у нас есть на увазе. Берем досвид с Получением Штат, в течение учений Ростелева, в который постоянно сообщается. Они все происходят в так называемых gun-free зонах, в зонах вільных от военно-пальнею оружие. То есть, гражданам не имеют права пребываться с военно-пальнею оружие. И эти gun-free зоны, в основном, они являются приманкой для психично невозможных людей, ну и для потенциальных террористов. Поэтому, когда они создали, как место, можно сказать, надзвичайно безопасного пребывания людей, они все равно таком формате уже сжили. Они сейчас просто привативают надеящее время. Я согласен абсолютно с вашей точки зрения, что сегодня фактически эти gun-free зоны выполняют ровно обратную функцию, ту, на которую они были изначально. Но еще раз, смотрите, я просто точно знаю, что этот пункт появится. Лучше его мы напишем сами, чем нам его напишут люди, которые не разбираются в вопросе. Потому что обычная идея у людей такая, что давайте мы сейчас запретим, например, ношение оружия в школах и детских садах. Ну, это же обычная, понятная, как бы, всем идея. И простая, казалось бы, да. Но она работает ровно в обратную сторону, чем она должна работать. То есть это приводит к чему? К тому, что в Соединенных Штатах все вот эти расстрелы, там, детей, людей и так далее, они все происходят в школах. Почему? Потому что, ну, психически неверновешенный человек, будучи уверен, что он там не встретит никакого отпора, идет именно туда, где законом точно он знает, что там, ну, никто не ответит. Он же не идет там стрелять в полицейский участок. Да, потому что последний расстрел на военной базе, даже в журганских зонах. То есть офицеры, которые уходили на базу, сдавали личное оружие, но так и снижили базу, и без за рулем. Ну, то есть фактически, фактически, сегодня ситуация, ну, то есть то, что пытались сделать как для защиты граждан, но сегодня работает в обладную сторону. И это в штатах уже тоже признано. Я просто говорю о том, что нам этот пункт нужно поместить, да? Может быть, мы туда напишем, что он не допускается, или там, ну, порядок какой-то, понимаете, но все равно этот пункт появится. Я слушаю, закласти основы для визначения. Есть два моменты, профессор, все хочу сказать, что у всех штатах есть такие данные зоны. Я хочу вам сказать, что есть случаи, когда у зброи, кроткоствольные, наездной зброи, внутрь приходят слушать выступ, призываются на площади, и СБУ не может заборонить им быть с оружием, потому что закон штату позволяет таким человеку. Это не значит. Далее. Тут надо враховывать, потому что есть еще такие понятия, как приватная властность, и властник того, чего-то заходу, где сможет самосибную вылечить, или хочет, или не хочет. Поэтому пункт надо добавить. Чтобы не описать, это мы уже потом обсудим. Как мы его сформулируем? Давайте подразу, так приблизительно, зафиксируем. Давайте напишем, что засады, там, что до визначения, там, нам фризов. Ну, как так. Победем. Я думаю, что здесь точно должны быть именно про засады, стимулирования таких зон. Это будет темно, конечно, генплейская зона. Ну, пока там как-то. Слушайте, Зон вильнюк. Зон вильнюк. Да, да. Как это? Зон забавно. Так. Какие моменты? Существует? Я думаю, Суттєвый. Я думаю, просто, может ли вопрос, это, до речи, самая, или это иначе, у вас есть? У вас есть механизм, тимчасовый, это иначе. Это иначе. Это иначе. Володиня. Нет, это иначе. Продолжение следует...